ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские чиновники возлагают большие надежды на электрокары и транспорт, работающий на природном газе. Однако есть проблема. Чем больше будет развиваться электрический транспорт, тем меньшим спросом будут пользоваться бензин и дистопливо. А это падение поступлений в виде акцизов в казну. А акцизы это в том числе деньги на ремонт дорог. В общем, власти таким образом намекают на новые способы вытягивания денег из автовладельцев, в том числе за счет расширения сети платных автотрасс. ТРАССА СТО ОДИН Цены на автозапчасти в России в этом году выросли на 10-20%. Спрос на них тоже увеличился. По мнению специалистов, это связано с тем, что многие отказались от покупки нового авто из-за его дороговизны и стали ремонтировать имеющиеся средства передвижения. Более популярными стали аксессуары, которые не считаются обязательными. Молдинги, накладки и прочие декоративные элементы. ТРАССА СТО ОДИН Geely запустила продажи нового кроссовера Atlas Pro. Цены на машину стартуют с отметки 2 миллиона 20 тысяч рублей. Оснащается она полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 180 лошадиных сил. Ассистирует ему 48-вольтовый стартер-генератор, сглаживая так называемый эффект турбо-ямы. Трансмиссия — семиступенчатый робот. В начальной комплектации имеются, в частности, светодиодные фары, цифровая приборная панель, система кругового обзора, кресло из эко-кожи. ТРАССА СТО ОДИН Две трети российских автомобилистов, опрошенных порталом Автомейл, считают, что автопроизводители не должны отказываться от машин с механической трансмиссией. Опрос был приурочен к заявлению концерна «Фольксваген» о том, что с 2023 года он начнет выпускать авто только с автоматической коробкой. Соответственно, одна треть россиян полностью разделяет планы немцев. Добавлю, уже несколько лет в нашей стране продажи легковушек с автоматом уверенно превышают продажи авто с механикой. ТРАССА СТО ОДИН После ремонта автомобиля в рамках «Оссага», если машина была выпущена не более пяти лет назад, вы имеете право сделать оценку утраты товарной стоимости транспортного средства. Таким образом, со страховой компании можно получить дополнительные выплаты. В чем суть процедуры, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Мы можем оценить утраты товарной стоимости от данного автомобиля. Даже осмотр нам не требуется. Достаточно будет предъявить акт осмотра, который производился первоначально, либо на станции техобслуживания, либо по выполненным работам, которые расписывает ремонтная организация. По ним мы можем составить смету и посчитать величину утрат товарной стоимости. По времени это занимает день-два. И человек может обращаться уже в страховую компанию за выплатой дополнительной утраты товарной стоимости. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.